Глава третья. Луна. Когда служитель Солнца закончил свою речь, весь двор загудел, одобряя выступления столь уверенные и убедительные. Настал черед сторонника Луны отстаивать первенство другого небесного светила. Глаза его светились, как у горделивого прекрасного оленя, и все лицо его, выразительное и нежное, было исполнено неуловимой притягательности. «Поистине мудры и благоразумны речи твои, о служитель Солнца», — с волнением в голосе начал он, — «но сила и власть Луны превыше всякого разумения». Луна — это ум всего сущего, повелитель чувств и ощущений. И тот, кто неустанно возносит ему молитвы, избавляется от всех недугов и обретает счастье. Среди лунных созвездий ведического зодиака, называемых Накшатрами, Луна — это Бог, воплощенный в лунном облике. И великое достоинство его приумножает сам Шива, владыка горы Кайлаш, чей лоб увенчан серпом молодого месяца. Потому и говорят, что Луна — восьмая часть инкарнации благородного бога Шивы. Владыка ночи Луна — распорядитель ритуалов и прибежища для предков. Тот, кто преданно служит богам, почитает предков и пьет священный напиток Сому в дни жертвенных обрядов в честь Сомы, всенепременно попадает на Луну, оставив этот мир. Веды гласят, что Луна — есть никто иной, как царственная Сома — пища богов. Дух жертвы, принесенной Соме, поднимается ввысь к Луне. Как бог растений и роста, Луна изливает нектар Сомы на все растения в мире, питая их, дабы они, в свою очередь, стали пищей другим. Луна — властитель всех мировых вод и управляет соленым вкусом. Он правит приливами, хранит, накапливает и проливает дожди. Луна сияет ослепительной белизной йогурта, перламутровой раковины или росы. И вся пища взрастает благодаря этому свету. Он светловолос, юн и удачлив. Текучий, словно вода, он то пребывает в теле, то убывает. Миролюбив и приятен наружностью и нравом. Он обладает стройными, хотя и округлыми формами тела. Руки и ноги его изящны, глаза прелестны. Он мудр, и речи его умны, кротки. Луна обладает смешанной конституцией, капхавата. Непостоянной он вечно скитается, нигде не задерживаясь подолгу. По природе своей он вайшья. В теле человека он властвует над кровью. Имея природу семени, он полон страсти. Тот, кто ищет любовных наслаждений, должен поклоняться Луне. Луна – повелитель северо-запада. Ему принадлежат понедельник и созвездия Рака в солнечном зодиаке. Его называют мерцающей каплей золота в небе. Инду. Светозарным. Чандра. Творцом ночи. Светилом с прохладными лучами. Творцом снега. Главным среди брахманов. Несущим знак зайца. Сомой. Супругом. Накшатар и Алиниоким. Внушающий всем любовь, он носит имя друг мира. Луч солнца, именуемый Сушумный, заставляет Луну пребывать день за днем в течение двух недель, пока не наступит полнолуние. Лучи солнца испепеляют. Лунный же свет дарует покой и прохладу, и питает тело. Начиная со дня полной луны, боги пьют сому из лунной чаши во все дни второй половины месяца, пока не исчерпают ее до дна. Предки же наши пьют ее в день новолуния. Луна обладает природой Сомы. Он был рожден из слез радости, которые лились из глаз Риши Атри, сына Брахмы, рожденного из его ума. «Будь так добр, поведай нам о рождении владыки Луны», – учтиво попросил царь. Случилось это благодаря Анасуе, безлобной, восхитительной супруге Риши Атри. Однажды верховные боги вселенной решили испытать ее непорочность. Явившись к ней в дом как гости, они бесстыдно потребовали, чтобы она подавала им пищу и прислуживала им обнаженной. В ответ эта умная женщина обратила могущественных богов в крошечных младенцев и, сбросив одежды, накормила гостей молоком из своей груди, а затем снова сделала их взрослыми. Пораженной мудростью Анасуе и весьма довольной тем, как она поступила, боги благословили ее, посулив, что дети ее не будут иметь себе равных. С благословения Шивы родился вспыльчивый Риши Дурвасас. По слову Вишну появился на свет Дататрея, бессмертный, который стал первым Акхори в мире. Благодеянием Брахма же стало рождение владыки Луны. А произошло это так. Риши Атри простоял с воздетыми вверх руками неподвижно и даже не моргая три тысячи лет. За этот срок тело его так насытилось сомой, что сам он превратился в сому и поднялся в небо. Сок Сома переполнял его и сочился из глаз, наполняя небеса чудесным сиянием. Богини десяти сторон света собрались вместе, чтобы собрать этот сок в свое общее лоно. Однако долго удерживать его не смогли. Он выпал на землю и обрел форму Луны, после чего Брахма поместил его в колесницу и стали ему поклоняться все небожители. Впоследствии он взял в жены все двадцать семь накшатр, начиная с критики. И это едва не погубило его, задумчиво закончил пандит. «Поясни, что ты имеешь в виду?» – нетерпеливо промолвил царь. И рассказчик продолжил. Луна был женат на двадцати семи сестрах Накшатрах, но предпочтение отдавал лишь одной – Рохини. В ее доме он всегда и оставался. И всякий, кто бы ни обратил свой взор на небеса в те дни, видел Луну всегда полной и неподвижной в сосвездии Рохини. Остальные двадцать шесть жен, конечно же, были недовольны. Каждая из них хотелось наслаждаться обществом своего мужа. Они умоляли его навещать и их. Но Луна, влюбленный до безумия в Рохини, не обращал внимания на их просьбы. Тогда Накшатры с плачем обратились к своему отцу, главе рода Дакши. Возмущенный «до нельзя», Дакша потребовал от зятя вести себя как подобает. Так повторилось дважды. Третья жалоба дочерей вывела его из себя. И Дакша проклял Луну, наслав на него чахотку. День ото дня он становился слабее и убывал, теряя свой блеск и сок. Никакие жертвоприношения не могли исцелить его. Все растения в мире завяли, и вскоре стало чахнуть все живое, лишившись пропитания. Небожители, встревоженные тем, что жизнь на земле приходит в упадок, решили вступиться за Луну, и Дакша смягчился, вняв их мольбам. Он обещал, что избавит уже изрядный стаявший лунный диск от недуга на полмесяца, но при условии, что Луна будет вести себя достойно. С тех пор Луна и несет это наказание, то пребывая, то убывая, и проводит по одному дню и одной ночи в месяц с каждой из своих жен. И нам, обитателям земли, о царь, продолжал пандит, радуясь возможности прочесть норовоучение, не следует забывать о том, что приключилось с ладыкой Луной. Выбирая себе любимцев среди тех, кому обещали относиться на равных, мы рискуем навлечь на себя проклятие. А те, кто без меры предается любовным утехам, могут подвергнуть себя страшной, иссушающей болезни, чахотке, тому самому недугу, который явился в мир с проклятием Дакши. Но не правда ли и то, перебил его царь Викрама, что пратец Дакша, дед двенадцати одитьев, пострадал и сам из-за своего безрассудного проклятия? «Именно так вот, царь», — ответил мудрец, «каждое действие вызывает ответное действие». И это так же верно, как и то, что ночь следует за днем. Когда Дакша посмел оскорбить другого своего зятя, всемогущего бога Шиву, он поплатился жизнью и возродился вновь только лишь благодаря заступничеству владыки Луны. «Расскажи нам о том, как он родился снова», — повелел царь. Великий царь Притху был прапрадедом десяти царевичей, которых знали под именем Прочетосы, что означает «радеющие долги». Эти юноши во всем поступали одинаково. Казалось, все они связаны одной веревкой. Когда же отец повелел им продолжить род, Прочетосы прибегли к помощи океана, подданного владыке Луны. Они наложили на себя обед сроком в десять тысяч лет и так успешно выполнили его, что в дар им была обещана девушка, потомкам которой после предстояло населить всю землю. Но когда десять братьев поднялись из моря, зрелище, открывшееся им, привело их в ярость. Вся земля за это время покрылась исполинскими деревьями, чьи кроны, казалось, достигали самых небес. Гнев изошел от лиц десяти Прочетосов и, приняв форму пламени и ветра, начал истреблять деревья. Увидев, как огонь пожирает лес, Луна решил вмешаться, ведь он был правителем, а значит и защитником растительного царства. И теперь, когда деревья были в опасности, он должен был защитить их. «Вы поступаете безрассудно», — сказал он братьям, стараясь смягчить их гнев. «Ведь истребив растения, вы не сможете исполнить свой долг и заселить землю. К тому же вы теперь правите всем на земле, и деревья тоже ваши подданные. Как же вы можете уничтожать их? Ведь они беспомощны и не могут постоять за себя. Помиритесь с оставшимися деревьями и возьмите в жену их благородную дочь, Латасаокую». «Дочь деревьев?» — с любопытством переспросил царь Викрама. Латасаокая была дочерью Риши Канду и Апсары Прамлочи, имя которой означает «тонуть», «погружаться». По велению Индры, царя богов, Прамлоча спустилась с небес, дабы прервать аскезу Канду. И так она в этом преуспела, что вскоре понесла от него дитя. Родив девочку, она оставила ее на земле, а сама вернулась на небеса. Но божества деревьев удочерили и вырастили младенцы. А когда малышка Латасаокая плакала, прося молока, сам владыка Луна протягивал ей палец, из которого она пила сому. Когда владыка Луна предложил заключить брачный союз между братьями-царевичами и Латасаокой, оставшиеся в живых деревья, охваченные невыразимым ужасом перед прочетосами, с радостью согласились отдать им свою дочь в жены. А так как обликом и нравом братья ничем не отличались друг от друга, Латасаокая готова была принять их всех за одного. И так обе стороны пришли к согласию, и от этого брака родился сын, который был перерождением старого Дакши. «Хммм», – задумчиво произнес царь. А пандит продолжал. «Из-за проклятия Дакши у Луны не было детей ни от одной из двадцати семи его дочерей. Однако другая жена, Манохара, что означает лишающая ума, родила ему четверых сыновей. Старшим из них был Варчас. В дни Великой войны, о которой повествует Махабхарата, он родился на земле и стал великим воином, наделенным небывалой силой и прославившимся под именем Абхиманью. Другим сыном Луны был владыка Меркурий, славный своим бесподобным умом. Его историю о царе ты вскоре тоже услышишь. Свою родословную от Луны через Меркурия ведет бесчетное множество царей и доблестных воинов, и величайший из них – Бог в человеческом обличье, воплощенное совершенство, покровитель коров и возлюбленный пастушек. Сам Владыка Кришна – восьмая инкарнация Бога Вишну. Владыка Кришна – истинный отпрыск лунной династии. Всякому, кто помнит о нем, он дарует безмерное блаженство. Я склоняюсь в почтение перед Владыкой Луной, который, подобно этому славнейшему из своих потомков, изливает прохладу и покой на мир и рождает высший восторг. ОМ ШАНИ ШАНИ ШАРАЙМ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok